МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом началось строительство новой котельной. Котельная, в которой мы сейчас находимся, стоила вместе с коммуникациями, подведенная порядка 6 миллионов рублей. Это позволило нам, первое, повысить надежность системы теплоснабжения этого медицинского учреждения, в том числе и сократить затраты на энергоносители. Современная котельная в перспективе позволит снизить стоимость услуг. Однако, по словам Сергея Носкова, разница уже видна. За несколько суток работы котельной расходы на газ снизились на 40% по сравнению с работой старой котельной. В прошлом году мы поставили по энергосервисным контрактам 5 котельных, 5 наших образовательных учреждений. В этом году мы все газовые котельные из Староманского района перевели в режим безоператорного обслуживания. То есть наши котельные сейчас все работают от сигнала GSM-операторов. Котельная в Старой Майне стала 72-м отремонтированным в этом году объектом. До конца года в эксплуатацию ведут 73-ю. Запустим котельную в поселке Октябрьский Чердоквинского района. Ведется активное строительство двух котельных по 25 мегаватт в городе Новоульяновск. Все работы велись по программе модернизации теплоисточников Ульяновской области, инициированной губернатором Сергеем Морозовым. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.